Привет, дружище! Сегодня я хочу рассказать об одном из самых захватывающих подводных приключений, в которых я когда-либо побывал. Я расскажу тебе об аэротравме. Начнём мы это морское плавание с оригинальной истории и сюжета. В 21 веке учёные исследовали спутник Юпитера, Европу, и нашли под её поверхностью океан, населённый микроорганизмами. Обнаружение инопланетной жизни является весомым поводом для колонизации Европы людьми. Но заселяться потребовалось не на поверхность планеты, а в глубокий океан под многокилометровый слой лезяной коры, сформировавшийся из-за холода и служащей как щит от радиации, которую излучает Юпитер. Невзирая на трудности, людям удалось построить множество аванпостов, где в последующие десятилетия сформировался новый подводный уклад жизни. Со временем Европа стала более независимой от ресурсов Земли. 50 лет назад связи и поставки с родной планеты были разорваны по неизвестным причинам. Люди оказались заперты и ограничены в ресурсах, поэтому отправились покорять океан. Морские путешествия на подводках здесь играют ключевую роль в транспортировке и добыче ресурсов, и поскольку человечество продвигается глубже в океан, в поисках новых мест для заселения, а также удаляясь подальше от опасного излучения Юпитера. Работа моряка в таком обществе очень прибыльна, но из-за опасностей богатая жизнь длится не слишком долго. Игрок, то есть мы, возглавляем экипаж одной из подлодок, где перед нами открывается широкий мир, полный увлекательных приключений. Начнем с того, что у каждого члена команды есть своя роль. Инженер демонтирует электронику, заряжает аккумуляторы и поддерживает работу реактора, сменяя топливные стержни. Механик налаживает механизмы, с помощью плазменного резака добывает минералы со дна, заделывает все течи и дырочки в корпусе, чтобы посудина не ушла на дно морское. Медик следит за здоровьем экипажа, зашивает раны, вводит лекарства и реанимирует бездыханные тела. Клоун, который на самом деле является помощником, выполняет простые поручения от старших. Офицер службы безопасности следит за порядком и вычисляет предателей внутри команды, отстреливает противников из орудий корабля, а также совершает подводные вылазки наружу. Кораблем руководит капитан, который отвечает за жизнь экипажа и целостность своей стальной кастрюли. Суть путешествий сводится к выполнению квестов, за которые команду награждают валютой и репутацией. В игре много уникальных, интересных и увлекательных процедурно генерируемых заданий, которые берутся на аванпостах разных фракций. Вырученные деньги тратятся на улучшение подлодки, найм экипажа, прокачку оборудования и проведение микроменеджмента. Бродя по аванпосту, можно участвовать в ивентах, попасть в лабораторию, где ученые взорвали друг друга, пока изучали инопланетное оружие. Мы можем забрать оружие или сдать его командующему аванпоста. Можно найти сепаратистов, которые разукрашивают плакаты с лицами политиков коалиции, помочь им и получить дополнительную репутацию, или подраться с ними и поучить полбу. Или можно найти культистов, которые пытаются заразить своего соратника трупным паразитом, чтобы он стал суперчеловеком. Помочь им или сдать их, что повлияет на репутацию. И таких выборов в игре огромное море. Поученная репутация обеспечит проход в новые локации, скидки у торговцев и возможность купить уникальные прибамбасы по типу глубинных бомб, навороченных скафандров, скутеров, электрооружий, экзокостюмов, ускорителей частиц и так далее. Хранится это добро в ящиках, на стойках и полках, некоторые из которых защищены и требуют определенного уровня доступа. После многократной помощи, путем выполнения заданий, жители начинают процветать, а аванпосты разрастаются в масштабные города, имеющие больше возможностей. Но не все моряки любят наблюдать процветание, и не все имеют благие намерения вкупе со строгими моральными принципами, что не позволяет им замарать репутацию, убив, ограбив или захватив в плен пару-тройку человек. Вопрос о том, кто вы, остается для этой игры свободным, и решать его нужно самому. Европейские хищники чувствуют себя очень комфортно. Для них здешние условия как в теплице, где они свободно расселяются, встречаясь по 50 штук на каждую морскую милю. Представители фауны различаются способностями, силой и массой, а также отвратительностью. Маленькие существа чуть крупнее человека охотятся многочисленными стаями, а самые массивные твари обитают в бездне и странствуют в поисках пищи в одиночку. Если мелких можно победить, отделавшись с небольшой тратой патрон, течами в корпусе и десятком укусов, то с самыми страшными и крупными тварями, которые одним ударом могут вдолбить под водку об дно морское, лучше не начинать знакомиться. Но если знакомство уже неизбежно, то неплохим вариантом будет сбросить в воду дикой ловушку, которая громкими звуками отвлечёт монстра, а под водкой успеет уплыть. Я не буду вдаваться в подробности, чтобы видео не растянулось на 2 часа. От геймплея баротравмы я испытал детский восторг. Особенно ярко это было в первые десятки часов. Совершенно новый и очень приятный игровой опыт, который оставил наилучшие впечатления и эмоции. Я играл с комфортом от звуков, графики и интерфейса. Тем более, что игра переведена на русский. Баротравма изобилует контентом и в меру хардкорными, но удобными механиками. Всё же эта игра не для каждого. Возможно, она отпугнёт своей сложностью, предназначенной как для романтиков, которые ценят шарм путешествий в глубоком океане со своей дорогой подводкой и экипажем, так и для любителей экстремального спорта и постоянной борьбы за выживание в адовых условиях. Начать играть несложно, ведь у игры есть своя собственная вики и обучение, которое предлагается аж дважды в меню и при старте игры, что сильно сглаживает входной порог. Одним из самых великолепных аспектов баротравмы является захватывающая атмосфера, чему способствует графика и великолепное звуковое оформление игры, которое уверенно справляется с созданием чувства клаустрофобного напряжения в запертом пространстве, бродящей по холодному океану подлодки, нахождение в которой становится отправной точкой развития моей таласофобии. Сеттинг игры уникален, а чувства исследования открытий, которые приходят с ним, являются важной частью игры, как и другие аспекты, которые вместе делают баротравму такой увлекательной, интересной и душевной. Необходимость постоянно следить за ресурсами, принимать быстрые и взвешенные решения в стрессовых условиях, когда на борту творится ад, а подлодка идёт ко дну. Всё это создаёт напряжение и страх, за которые она получила любовь геймеров. Баротравма – сложная игра, но эта сложность является её неотъемлемой частью, позволяя глубже войти в мир игры. Баротравма – это не нечто инновационное, но это приятный сборник хороших идей, грамотно сплетённых воедино, о чём свидетельствует не одна тонна положительных отзывов в Steam. Баротравма заточена на кооператив, причём здесь есть несколько режимов игры, с модами, серьёзная, сам за себя и так далее. Одним из примечательных я выделю Amogus Mod, когда среди вас есть предатель. В таком случае целью одного игрока является нагадить экипажу, соблюдая конкретные изложенные условия. Чтобы выиграть и найти импостера, вся команда должна внимательно следить друг за другом и проверять, кто, что и зачем делает. Ведь будет странно при обыске подводки увидеть С4 в вентиляционном люке. Наверное, она там неспроста, но я играл в одиночные кампании с ботами, и игра отлично себя чувствует в синглплеере. Боты на удивление оказались полезными, не только как члены экипажа, но и как лица, которые заполняют пустое пространство, и ты не ощущаешь себя так одиноко, как если бы был совсем один. Но если у вас есть друзья, то обязательно приглашайте их к себе на борт, так будет значительно веселей. Ох, и чего я переживаю? У меня куча друзей, троих я могу сходу назвать. Оооо... Ооо... На пола крупная рыбеха, которая уже отожрала половину корпуса, но ремонтировать никто ничего не идет. Ведь все ремонтники ухайдокали себя блестницу и... Стоят? Разрабы обратили внимание на эту проблему, причем довольно быстро. В отзывах игроков сказано, что появилась она недавно. Разработчики обещают в ближайшие пару недель крупный патч с фиксами, так что ждем. В игре большое комьюнити моддеров, которые пилят новый контент, увеличивая сложность, добавляя оружие, монстров, задания, свои подлодки и так далее. Моддеры это очень сильная сторона боротравмы, которая позволяет ей не застаиваться. Прямо в меню есть возможность делать свои подлодки, своих монстров и свои аванпосты. Это все доступно для обычных пользователей, которые могут делиться своими работами. И я рад, что комьюнити такое активное. Оно и понятно, ведь игра успешно развивается уже много лет, и успела вызвать большое доверие среди игроков. В марте этого года она вышла в релиз в стиме. Сначала я скачал боротравму бесплатно, чтобы попробовать, но буквально сразу оформил лицензию и доплатил за саппорт пак, чтобы поддержать разработчиков. Просто игра мне очень понравилась, и в сравнении с современными проектами она действительно заслуживает внимания. В ней можно провести несколько сотен часов. Хочу сказать, что для меня игра себя более чем окупила, и я полностью доволен тем, что нашел ее. А чтобы еще больше людей узнал об этой игре, ставь свой лайк и подписывайся на канал. Ты не представляешь, как сильно это поможет в продвижении канала. Ты сделаешь и мне приятно, и сам сможешь чаще видеть клевый контент. Большое спасибо. Мы прошлись по концепции, теперь я расскажу про фишки и механики. Разработчики игры были вдохновлены Римворлд и Спейстейшн, эталонными и любимыми среди игроков проектами, из которых позаимствовано несколько интереснейших идей, таких как углубленная система здоровья с продвинутой медициной, профессии, приправленные уникальными деревьями навыков, искажение речи в пространстве, физика тряпичных кукол, мощный арсенал электроники для гигачадов-инженеров и многое-многое другое, что превосходно вписывается в сеттинг. Если говорить о системе здоровья, то она подразумевает, что урон наносится конечностям, из-за чего они теряют эффективность в работе и в бою. От перелома ног игрок начнет хромать, от контузии упадет в обморок, а повреждение внутренних органов вызовет рвоту и постепенную смерть. Каждая болячка лечится назначенной для нее медициной, но проще использовать дешевые опиаты, такие как морфин. Они справятся с большинством ран, но постоянный прием сделает тебя наркоманом. Вместо этого лучше использовать все по назначению. Бинты для остановки кровотека, физраствор и пакеты крови для переливания, антибиотики для лечения инфекций и так далее. Инфекции здесь не берутся из пустого места. Зараженные существа, которых можно отличить по внешности от здоровых, попав на нашу посудину, могут укусом инфицировать игрока яйцами трупного паразита. Симптомы заметны не сразу, а проявляются, когда в горле пациента прорастут щупальца, мешающие ему говорить. Со временем он обретает повышенную устойчивость к урону, а также иммунитет к давлению воды. На поздней стадии носитель падает замертво, после того, как паразит проник в мозг и убил его. Но спустя время инфицированный встает, проявляя агрессию ко всему живому. Ведь теперь паразит полностью захватил контроль над телом. Чтобы избежать заражения, стоит принимать антибиотики, которые укрепят иммунитет и не позволят заразиться. Но если игрок уже попал под удар, то бессмысленно колоть все подряд, в надежде, что он выздоровеет. Хоть антибиотики и замедляют распространение инфекции, но для лечения понадобится дорогостоящее лекарство, коллексонит. Сыворотка убьет паразита, но на поздних стадиях понадобится двойная доза, а значит двойная цена, что сильно ударит по карману. Поэтому лучше всегда принимать антибиотики, когда есть риск заражения. Однако, что делать, если лекарств на борту нет, но есть зараженный? Выход простой. Несколько пуль в голову и тело за борт. Или можно внедрить ему одну из множества генов модификаций, которая сохранит жизнь и позволит контролировать свое тело, не вытаскивая червя из жопы. Таким образом, выбранный игрок получает иммунитет к давлению глубины и сохраняет разум и полный контроль над телом. Но в то же время не может говорить, ведь в его горле все еще находятся отростки, которыми, кстати, можно кусаться и также заражать противников или тиммейтов. Когда на борту или за бортом происходит лютая дичь, то крыша экипажа начинает съезжать. Витер с члененки и наличие рядом безумно громадных существ, а также присутствие в зоне наркоманских растений, понемногу или помногу сводят с ума. Стекается это к галлюцинациям и тотальной шизофрении. Персонаж начинает видеть и слышать то, чего на самом деле нет. Зрение плывет, а голова кружится. Крышу можно вернуть на место, если залить в горло спирта или выкури сигару, тогда психоз отступит. Ой, балдеж. Но если вы клоун, то психоз может даже пойти на пользу, ведь некоторые навыки клоуна от него зависят и позволяют ему быть лучше в бою. В игре продвинута электроника, которая позволяет не только провести кабель от лампочки до выключателя, контролировать шлюзы, переключение дверей, отсутствие затопления подводки, используя различные датчики и ухищрения, соблюдая энергоэффективность. Но позволяет и собирать сложные логические экосистемы из устройств и проводов. Достаточно посмотреть на количество логических операторов, чтобы понять, как баротравма превосходит в этом плане многие другие игры. И Майнкрафт с его редстоуном. Человек, которому нравится вошка со справедами и механизмами, по уши влюбится в ненавязчиво подаренную игрой механику. Но заниматься всем этим не обязательно. Проводка везде изначально в рабочем состоянии, поэтому не придется возиться с отвертками и проводами, что кому-то покажется морокой. Но мне, честно говоря, очень понравилось. Это крайне залипательно. И игра поощряет навыки электрика. Они помогут выполнить некоторые задачи внутри подводки или станут решением для необязательных миссий, таких как активация маяка, где иногда нужно винтить провода, чтобы подать напряжение от реактора. Устройства, субмарины, аккумуляторы, суперконденсаторы, электрические коробки и другие штуки потребляют энергию и понемногу изнашиваются. На приборных панелях можно заранее следить порчу оборудования, которое сначала все больше и больше потребляет энергию, а потом вырубается. Ремонтом стоит заняться заранее, используя отвертку или гаечный ключ. В зависимости от устройства для ремонта нужен соответствующий навык. В противном случае игрок рискует получить оглушение и ожог. Навыки прокачиваются, например, механика повышается, когда игрок ремонтирует корпус с помощью сварочного аппарата или делает что-то похожее и связанное с механикой. Так работает и с медициной, и оружием, и электрикой. В будущем при крафте каких-либо вещей высокий навык пригодится и даст бонусы. Например, хорошее владение оружием поможет создать более мощный ствол, прокачанная механика крафтить эффективные и быстрые инструменты, медицина – производить более сложные медикаменты или яды и так далее. Игровая карта горизонтальная, но чем дальше вправо, тем глубже мы движемся в океан Европы. Карта не бесконечная и у игры, кроме спрятанного сюжета, есть финал. Вероятно, даже не один. Сложность с глубиной возрастает, кроме того, на карте много зон, внешности, наполнения которых отличаются друг от друга. Там же можно отследить распространение радиации Юпитера, если она была включена в опциях в начале игры. Радиация не дает стоять, а заставляет двигаться вперед, погружаясь глубже и наращивая сложность. От сложности конкретной точки зависит инвентарь торговцев, спаун существ и даже разнообразие продаваемых подводок. Чем глубже аванпост, тем лучше шмотки можно на нем приобрести. Также на карте видно миссии, события и особенности аванпостов и различных точек. Аванпосты делятся на две фракции. Коалиция, то есть государство, и сепаратисты, то есть оппозиция. А также типы. Военные, научные, шахтерские и жилые. Аванпосты порой забрасываются из-за соседствующих рядом охотничьих угодий или высокой радиации, которые мешают жить. Но они восстановятся, когда исчезнут помехи с соседних клеток. После нужно отбить аванпост у монстров или бандитов, которые всегда поселяются сюда от нефиг делать. Бандиты берут заложников, которых нужно спасать. А монстры создают гнезда, которые должны быть уничтожены. За удачное освобождение аванпоста нашу команду благодарят денюжкой. А спустя несколько ходов аванпост полностью восстанавливается. Пустые клеточки тоже могут быть заселены со временем. Шанс увеличивается, если рядом активирован маяк. Маяки это точки, излучающие сигнал и хаотично разбросаны по карте, будучи изначально неактивными. А восстановление работы маяка тоже награждается денюжкой. На охотничьих угодьях обитают самые страшные и ужасные монстры из бездны, нахождение которых рядом с аванпостом может сделать его заброшенным. За убийство этих малышек платят бешеные деньги. Для выполнения миссии часто приходится покинуть свою посудину, чтобы не рисковать всем экипажем, а только своим очком. Пролезть в какую-нибудь пещеру, руины или маяк. Или просто случайно наткнувшись на затонувшую субмарину, выплыть с целью ее пролутать. Что стоит делать аккуратно, так как она может быть заражена таламусом. Таламус это организм, который умеет управлять подводкой, и всеми ее системами, пушками и так далее. Он очень опасен и может заразить подводку и игрока. В некоторых участках карты заметны завихрения на сонаре. Не стоит путать их с подводным течением, эти завихрения более прозрачные. Это называется балластной флорой, которая может попасть на борт только одним способом, через балласт, то есть через насосы подводной лодки. Поэтому лучше не погружаться вниз, проплывая через это облако зеленого поноса. Ведь избавляться от него довольно сложно. Если насос заражен, то стоит обесточить его или подлодку, надеть защиту и выжигать плазменным резаком источник заражения, а именно то, что попало в насос. Если не избавиться от балластной флоры, то подлодка превратится в таламуса и сожрет вас изнутри. Плавать глубоко это круто, но ясен пень в океане просто так пережить давление невозможно. Игрок протянет несколько секунд и расплющится. Знакомьтесь. Скафандр. Лучший друг, если звезда вокруг. Спасет от высокого давления, подарит дополнительную защиту и слабый налобный фонарь, но уменьшит скорость и обзор. Стоит эта радость недорого и потребляет кислородные баллоны, которые перезаряжаются. Разные виды скафандров дают свои преимущества и допустимую глубину погружения. На скутерах можно компенсировать скорость персонажей и темноту окружения. Давление это лишь первая проблема. Вторая проблема это существа внутри воды. Души не лезть в океан без подводного ружья, ножа или других средств самозащиты. Да, еще вопреки распространенному мнению, огнестрельное оружие в данной игре может стрелять под водой. Преимущество ружья перед огнестрелом в гарпунах, они летят медленно, но подтягивают противника, наносят мощный урон и подбираются. Крафт гарпунов дешев и не требует высоких навыков, так что подводное ружье будет очень хорошим выбором, доступным с самого начала игры. Но в любом случае, лучше не вступать в бой с рыбками, которые в 10 раз крупнее человека, или в 10 раз крупнее подлодки, на которые приплыл экипаж. Хорошо, что многие существа плохо видят в темноте, поэтому я выжил пару раз, находясь в открытой воде возле гигантских рыб. Ведь представители местной фауны обладают разным слухом и зрением, которые влияют на обнаружение подлодки игрока. Поэтому иногда при обнаружении крупной рыбы на сонаре, может быть полезно сбавить темп шумного двигателя, и аккуратно оплывать ее с края. Работает не со всеми, но порой и меня выручало. Некоторые существа настолько хороши, что находясь неподалеку, могут услышать не только работу реактора, но и бег ног по борту подлодки, который спровоцирует их напасть на нее. Самым шумным и пающим подводку средством является сонар, который на активном режиме, ярко сигнализирует свое местоположение всем проплывающим мимо рыбам. В целом, я хочу сказать, что игра мне очень понравилась, и бывшие разработчики CP Containment Bridge, то есть нынешние разработчики Баротравмы, постарались на славу. Баротравма не только чудес на атмосфере, не только обладает уникальным сеттингом, но и станет отличным времяпровождением, как в соло, так и для компании друзей, что я больше всего советую. Особенно сейчас, когда игровая индустрия захлебывается от повторения одних и тех же проектов. Если обзор тебе понравился, то можешь подписаться на канал. Осталось еще немножечко добить до 1000 подписчиков. Я буду очень рад, если ты мне поможешь. Желаю приятной игры. Я мажу жопу вазелином, я так люблю аналит секс. Когда мужчина спит с мужчиной, мне симпатичен сей процесс.